всем доброго времени суток с вами снова я игорь шеститка и вы видите в камере такие красивые средневековые прочие строения рельсы укладе укладены на брусчатку кресты и конечно же возвышающийся над городом украинский флаг это значит что правильно что мы находимся в городе львове как мы видим вот львив евро 2012 тут даже ходят такие вот экскурсионные автобусики поезда которые стоило бы завести и киеве в киеве а вот тут вот дальше вот тут где-то в каком-то из проходов даже есть краевка на которую так ругались депутаты какие-то из партии регионов когда они не смогли ответить на запрос слава украине handshake должен был героем слава ну такое дело соответственно на самом деле вот здесь в центре это все точно называется площадь рынок а самой главной частью этой площади рынок является ратуша она же мэрия и сейчас мы постараемся подняться вот туда наверх и сделать мега видео да и так попробуем смотрите львивская мискарада люди фотографируются возле левов вот она львивская мискарада обратите внимание на мега фичу во первых вы сразу видите qr коды мы видим qr коды мы видим что на ратушу есть вход и самое главное что мы видим что что у нас никто не спрашивает куда вы идете зачем вы идете а кто где кто нас просит не я не ты знаешь а деньги надо платить да деньги надо платить в его ну ладно нет не про это я про то что вот ты представь киеве попытаться зайти в киевскую миску раду просто так то есть ты заходишь и идешь у тебя на тебя сразу кинутся 5 милиционеров пропустят через металлоискатель это говорит о том что львовская власть все-таки скажем так не более открыто вообще открыто для общения с народом вот увидите народ украины единым джерелом державной влады и это правда ходит сказал не известно да степан бандер и мы продолжаем идти да так вот я не представляю как я вот так войду еще и с камерой и чтобы меня охранник увидел и не спросил куда вы и почему снимаете наверно просто народ понимает что если не надо им как она там о видел промоутсию миста вот это круто наверно народ понимает что если надо он и так придет а если не надо никто даром и ходить не будет чтобы это даже если в киеве была открыта рада я буду да просто так ходил надо мне нафиг не надо слушай по моему это тут высоко то был когда-то куда стоят камеры наблюдений все о центр земельного кадастру то землю строим абсолютно нормальный дверь дальше нельзя а ну тут уже все не они сюда по указатель здесь указатель да дворик ну да что-то ремонтируют коты ходят ну какой такой занимательный кт вон сел что-то смотрит наверно второй кота где то есть в боевом режиме фух ну его нафиг в мои то годы снимать вот это видео надо было очки брать отечки нельзя в следующий раз обязательно даже без поезда возьму очки поверена пользе указатель на вэжу человек который даст нам инженерность по руду да слушай все открыто так туда там целая толпа народа выход ты выход ты выход приходим так вот мы штук-тук за чекать так что тут есть початок а за фотку не берут деньги да то что у нас могут и за фотки вряди ой ёлки тут такие ступеньки не ну это вы уже зря скажите спасибо что за пять гривен так давайте как-то мы по углам расставимся а то здесь проходит неудачно башня вот такая не остановляйте используйте скоростные методы спуска на перилах как в каком-то фильме помнишь как пульс пацаны кто кому слабо там типа по период на по перилам на лыжах или на чем он подъехал так деньги в зубах билетики кошелек главное подняться главное чтобы да главное чтобы костюмчик сидел тут какие-то ниши зачем они непонятно но ниши опять люди вообще-то как там должен быть приоритет на подъем или на спуск надо знаки поставить например те пропускают те пропускают это кстати недоработка надо написать в книге жалоб и предложений чего не шори с низко как раз самое но смотри то там и так невысоко не на слышу то уронить то конечно больно будет тем куда еще эти угла а не то серьезно да так точно еще идти идти слушай она не рухнет нет что-то много народа на башне то груди какой-то это же балансиры чтобы башню не качала приятно видеть людей за тобой потому что ты знаешь что им еще идти больше чем тебе не определенно надо сделать знаки приоритетом движения может три минуты подымать еще столько же осталось да это замечательно это не может не радовать уже ты видны какие-то другие гири так я чувствую что у нас есть люди которые тянут всю команду вниз помогите а представляете каково тяжело было затащить сюда немцам пулемет мг 42 который они что-то отстреливались до последнего да или быстро сдали его еще до быстрее какие-то конструкции даже какие-то лестнице люди фоткаются так тут почти вон их какие-то механизмы это на механизм часов так дальше если у нее лестница пошла еще круче не ходите сюда как-то так как-то так вот он вот уже час дня как они крутятся под напором ветра а это воздушные часы я понял а нет остановились воздух пропал мне тоже не хватает воздуха как нет как нет но мы уже высоко поднимаемся последние винтовая лестничка не бывайте стонов сзади там никого не не насилуют просто люди уже все я уже все да вот оно счастье вот фух свобода равенство и братство так гроши треба спрятать итак мы уже наверху что мы тут видим мы видим знакомые места от опера и отель опера совсем рядышком под нами то что называется площадь рынок вот она такая мы видим вообще светский забор случайно мы пошли как продолжаем вот такая вот площадь рынок свобода респект или бульвар свободы что да ну цель мы видим и мы видим высокий замок с его телевышкой и с одной из антенн на которой написано с так вот дальше мы видим строящийся львов реставрирующийся в честь евро 2012 ну и вообще в общем вот это жили вон есть он работает интересно не работает так здесь кстати коврик под постели чтобы люди выходя не это самое я чувствую надо одеться почему надо одеться потому что дует и холодно так и потом мы приступим фотосъемки сейчас рук фоткать или со штатива вот там где-то краевка вот там кафешка на углу перекрестки с сербской фотографируется с сербской и так далее базах вот там вот сынья пляжка собор бенедиктинцев не спрашивайте откуда я знаю не знаю просто что по первому приходит в голову то я говорю это в собор католический святого николая да святого николая вот этот католический или какой вот этот какой-то был имен вот этот большой не варан ну короче какого-то святого или а святой мать и божьей матери так а как мы здесь будем ставить штативы тут причем есть такой же с названиями такими же и католические и униадские и ой елки-палки а ты баченка а радуйтесь это маленький маленький работает колокол все а как 13 раз отлично пошел так такой глубокий звук да это наверное какие-нибудь бродячий артист они вон там внизу вон они собрались уже и все смотрят наверх так ну что ж а мы сейчас приступим к фотосъемкам панорамы от сюда я буду фотографировать из каждого угла потом в средине потом в следующем и будем попытаться потом это все склеить небо серенькое тоже захватим посмотрим что оно получится приступаем ты с одного угла я с другого или как так ну что ж спасибо всем кто был с нами о шарик летит летит видите шарик да я вижу шарик если на видео не будет шарика это значит летел галюн вот полетел полетел шарик да слушайте желтый да шарик не оранжевый это хорошие новости скорее всего это не галюн а вот это просто шарик ну что ж начнем спасибо увидимся с вами был Игорь Шеститко из Львова из Ратуши и мои путевые заметки увидимся всего хорошего